приветствую всех меня зовут андрей дмитриев и это подкаст руслсм жизнь в кайф продолжаем знакомиться с людьми которые выдушевленно занимаются своим делом и выдушевляют других сегодня разговор как мне кажется на очень важную тему тему помощи детям с ограниченными возможностями наша героиня наталья новикова последние пять лет жизни посвятила именно этому приятного прослушивания давайте наших слушателей ведем в курс дела где мы сейчас вообще находимся и что это за урок что мы только что слышали мы находимся в доме негосударственных организаций nv on arms в риге здесь такие общества как наши могут заказать и не арендовать мы получаем это бесплатно от города и здесь мы имеем возможность проводить занятия скажите о детках которые участвуют в сегодняшнем уроке здесь мы занимаемся с детьми у которых довольно серьезные проблемы со здоровьем это наши латвийские дети и недавно к нам присоединилось еще несколько детей беженцев из украины это не только английский язык но вы изучаете здесь историю мы здесь проводим очень разные занятия мы начали в прошлом году да немножко коснуться английского языка и естественно нельзя изучать язык не изучая историю страны поэтому мы не претендуем на профессиональное образование да то есть здесь мы используем различные неформальные методы обучения и стараемся чтобы это было детям интересно форме игры то что касается сегодняшнего занятия ну той части на которой вот вы присутствовали да мы значит изучаем язык и пытаемся знакомить их с разными достопримечательностями начинаем что вот есть stonehenge там tower bridge и так далее да и с каждым уроком мы немножко больше рассказываем об этом чтобы они это запомнили чтобы они но немножко расширили свой кругозор и у нас как бы плавно с этим английским еще и уроки математики потому что мы в этой единице измерения пересчитали сколько кто весит потом из исходя из высоты биг бена мы пересчитали сколько он в зданиях которые у нас напротив находится да то есть в принципе здесь не только английский или может даже не столько английский здесь для детей больше моменты социализации потому что они учатся работать в группе только надо запомнить что теперь в великобритании король король как третий для многих из них некоторые даже в школе не учатся ну то есть они не ходят они занимаются отдельно очень много индивидуальных занятий потому что до них ну надо специфическим образом донести эту информацию да здесь они учатся работать вместе да то считаться с мнением других детей да вести себя нормально насколько тяжело вести эти уроки потому что как мне кажется учителю вообще работать даже со здоровыми детьми очень и очень тяжело а тут это тяжелее не вдвойне а в тройне и даже в четыре раза наверное больше потому что все приходится повторять по несколько раз ну да вообще это очень непростая задача здесь очень важно правильно ставить цель и понимать чему ты этих детей можешь научить то есть это очень медленно но прогресс у них очевиден и главное конечно то что они радуются когда идут сюда это суббота и мы тут сидим с ручками и тетрадками и тем не менее они ждут этого дня и родители рассказывают что вот даже в пятницу по пораньше ложатся чтобы в субботу пораньше встать и не опоздать все это конечно очень приятно хотя работа сама по себе но очень непростая да надо очень много повторять надо искать какие-то подходы как кому что объяснить у каждого своя какая-то проблема кто-то слишком активный ему надо бегать все время кто-то наоборот медленный такой дети у нас здесь очень разными диагнозами там том числе и церебральной параличи и это конечно в том числе сказывается и на уровень их реакции и способность воспринимать информацию сегодня мы присутствуем на уроке английского языка на уроке математики для детей с ограниченными возможностями получается что ваш проект работы с детьми уже разрастается потому что изначально это были только спортивные занятия сейчас еще интеллектуальная работа наверное наверное нет мы как раз начали с не спортивных да у нас там были всякие но это были больше такие развлекательные мероприятия мы их там и фотографировали переодевали и какие-то ну интерактивные всякие занятия игры устраивали потом мы более серьезно занялись спортом в это время мы поняли что просто спортивных занятий недостаточно да что нам нужна еще отдельная площадка где можно было бы работать с другими вопросами и вот за за это все время ну наверно лет пять мы этим занимаемся мы уже реализовали несколько проектов в этом году мы работаем как добровольцы потому что все проекты кончились в тех которых в этом году я участвовала но как-то не нашли они поддержки по разным причинам то есть ну каждом проекте есть какие-то критерии да и комиссия сошла сочла что но где-то мы там не соответствуем и теперь у нас параллельно идут и спорт и это здесь участвуют дети и те которые занимаются спортом с нами ну и те которые еще пока туда не дошли немного о вас поговорим чтобы понять эту мотивацию что вас заставило заниматься с такими непростыми детьми вы передвигаетесь на инвалидной коляске что случилось когда это было это было в 2010 году то есть в этом году уже будет 13 лет чертова дюжина случилось это ну я считаю что это из-за врачебной халатности ошибки на самом деле конечно люди тоже сами виноваты в том что с ними происходит может быть недостаточно надо быть достаточно настойчивым и изучать все эти проблемы самому чтобы ну как-то адекватно реагировать на те предложения и реакцию врачей это была какая-то операция манипуляция что что произошло или травма операция и причем это было не здесь а в киеве наши врачи вообще не могли никак найти проблему там что-то пошло не так как нужно и в 2010 году мне пришлось перенести три операции но практически подряд это вообще-то ну сумасшедшая нагрузка на организм и помимо того что не там пытались убрать в организме да ну операция есть операция на на все очень неблагоприятно влияет долгие годы восстановления адаптации к новому образу жизни ну я считаю что мне очень помогло то что я попала в спорт какой-то очередной реабилитации в нашем реабилитационном центре вайвере я встретила президента нашего паралимпийского комитета которая глядя на меня так я теперь таким тоже глазом смотрю на людей на детей что им можно предложить его влечь потому что я знаю что несмотря на то что ведется огромная рекламная программа да все равно до людей это не доходит то есть они настолько глубоко в своих проблемах что не видят этого ничего или на себя как-то не примеряю да поэтому когда меня просто вот в коридоре остановили сказали ты не хочешь попробовать спорт я потом удивилась сама себе думаю почему я сама до этого раньше не додумалась сначала пыталась настольный теннис играть мне даже дома стоял стол посреди комнаты но как-то это не пошло и я стала большим теннисом заниматься это было более как то интересно и мы начали ездить куда то то есть это тоже одно из таких моментов когда ты понимаешь что и в таком положении в общем то ты не только можешь путешествовать да и вообще это делать сам один ну в принципе это интересно ты видишь тех людей ты видишь какие там люди то есть за границей это все более развито и как они борются как они вообще что они могут делать в таком состоянии да потому что я видела людей которые намного физически слабее да и результаты они показывали какие-то удивительные для меня да сколько времени прошло с того момента когда вы узнали что вы больше не сможете ходить до того момента как вы взяли в руки теннисную ракетку и начали играть ездить по турнирам это довольно быстро все произошло или был какой-то момент когда вы находились очень подавленном состоянии депрессии как это было не было у меня такого особенно подавленного это ну может быть потому что меня семья очень поддерживала да и я никогда такую фразу себе не думала что я больше не смогу ходить то есть мне повезло с доктором реабилитологом да который просто поставил меня на ноги заставлял делать упражнение то есть я начала ходить но но это не то хождение я могу встать пройти там несколько шагов да это не то хождение которое позволяет ходить то есть это скорее тренировка для того чтобы сохранить какую-то форму здоровья тех самых костей которым необходима нагрузка да я думаю что так что редко кто так про себя думает я больше не смогу ходить то есть если у тебя это когда-то было да то все равно этот внутри тебя живет и я об этом вообще не думаю да но такая мысль какая-то наверно где-то лежит глубоко что проснусь когда-нибудь и пойду потом впоследствии вот вы стали чемпионкой балтии по теннису на колясках а вот до этой травмы вы занимались каким-то видом спорта до этой травмы я занималась таким спортом для здоровья то есть я ходила в бассейн там практически постоянно да там несколько раз в неделю просто для себя плавать там в тренажерный зал или на какие-то аэробики но такого уровня никогда не участвовала соревнованиях и не занималась таким видом спорта где вот я тренер там соревнования нет поэтому я пошла в теннис потому что ну был тренер были какие-то люди которые еще занимались да и когда мне первый раз предложили это не хочет турнире поучаствовать для меня это был шок турнир был в латвии я в это время занималась месяца там не зна три или четыре что-то такое ну и серия по моему феврале начала а этот турнир был в мае я говорю ну я могу конечно вам будет за меня стыдно несколько ничего давай ну и это был конечно какой-то страшный был турнир для меня потому что у меня тогда не было спортивной коляски я играла жуткой совершенно неуклюже коляски я сейчас не представляю вообще как я двигалась и я играла значит со всеми кто вот участвовал в этом турнире и ну там были довольно такие такие начинают ну как начинающие они уже несколько лет играли эти люди да у них было намного больше опыта чем у меня мы боролись я помню я была у меня было какое-то дикое такое вот не воодушевление вот это желание интерес такой что же это такое вообще соревнование это первый раз мой был да и мы играли там по три с половиной часа длился матч да то есть там три три с половиной часа это просто что-то невероятное да если мы уже упомянули имя дайги даджи ты президента паралимпийского комитета хотелось бы поговорить о доступности среды в нашей стране в частности вот мы находимся в столице в риге потому что часто слежу за социальными сетями дайги она выставляет название заведений в которых человеку с инвалидностью практически невозможно попасть вот на вашем опыте насколько доступна у нас среда для людей которые передвигаются на инвалидной коляске знаете если сравнивать с тем чтобы было когда я только на это обратила внимание потому что здоровые люди на это внимание не обращают да и как у меня такое есть сравнение что мы живем параллельных мирах я когда была в том другом мире я этого тоже ничего не видела и вообще не понимала за эти 13 лет сделано уже конечно очень много я просто себя четко отдаю отчет что все переделать невозможно и нигде этого нет что ты везде мог попасть то есть допустим такие магазины как в старой риге и во всех городах где я видел там ступеньки ты никуда их не денешь и там тротуар русский и там ничего не придумать кроме каких-то сумасшедших дорогостоящих вещей там когда вот в ступеньки встраивается этот подъемник да я вот такие видела в разных странах но это очень дорого на на не каждый 7 может позволить а может она и ну не знаю везде везде это не сделаешь узкие двери да конечно хочется лучше но мы еще живем в этой в северной стране до допустим зимой для нас улицы непроходимая ну нет на электрических колясках может быть еще можно если у тебя ручная то ну нет это снег но конечно больше всего мешают бордюры вот это безобразие с которым надо бороться уже много раз были эти варианты когда привык предлагали посадить в коляске тех людей которые за это отвечают и предложить им проехать да ближе такие эксперименты никто не исправлялся и здоровых людей я не знаю как это все принимается то есть вот это вот вот самый бред который только можно придумать есть дорога ты переделываешь но сделаем же так причем в латвии в каких-то маленьких городишках вот мы проезжали и там сделаны идеальные вот такие съезды да вот кончается тротуар начинается дом там абсолютно вот такое ровное все здесь продолжают тыкать эти бордюры ужасные причем они иногда будет такой высоты в ну которую не преодолеть ну то есть молодые люди и мальчишки там они это все умеют они прыгают на это ну просто прыгают наверх или вниз да но не все люди себе могут позволить эти такие акробатические этюды да так что здесь конечно есть еще над чем поработать когда вы получили эту травму когда случилось это несчастье вы жили в многоквартирном доме или в частном вот как вы выходили из квартиры как вы в подъезд заезжали это трагическая история жила в многоквартирном доме причем причем на пятом этаже причем в моей квартире еще была лестница то есть у меня была двухэтажная квартира и и очень любила и мы много сделали чтобы там все было так как мы хотели и там были еще выход на террасу где тоже были ступеньки то есть ну такое было многоступенчатое препятствие да и вначале меня муж и сын носили на этот пятый этаж лифта в доме не было и потом я научилась подниматься сама сколько мы там жили лет на на 5 или 6 я это делала самостоятельно на и потом в один момент я решила что все надо в общем то может быть это вот был какой-то такой момент про который вы спрашивали что ты решил вот что ты уже не пойдешь ну как то не так и себе это сформулировала я решила что надо менять потому что вот наверное пришло это время и мы стали искать и нашли квартиру говоря о вашей профессии чем вы занимались до травмы и поменяли профессию после работала главухом финансовым директором то есть в этих вещах эта профессия со мной осталась я все равно этим занимаюсь хотя основная моя деятельность это сейчас развитие спорта для детей и вот этих дополнительных занятий то есть вообще-то это сидать все мое время я несколько лет назад перестала играть в теннис до этого еще очень много времени занимали тоже эти тренировки и поездки сейчас поездки у меня в основном связаны или с какой-то организацией вот этих на турнирах сопровождением или какие-то erasmus проекты такого рода что случилось что вы решили что надо продолжать давать свой опыт детям и помогать таким детям и их родителям вообще как хочется наверное с возрастом передавать свой опыт накопленный да мы поздно начали заниматься то есть вот я мой коллега то есть мы начали после 50 этим заниматься то есть для новичков немножечко поздно да и понятно что таких результатов каких-то серьезных добиться очень сложно и мы пришли к тому что давай-ка мы пойдем и пока мы сами еще играем занимаемся этим найдем детей и попробуем их вовлекать в эти мероприятия ну вот этим мы и занялись и как-то у нас это очень быстро получилось сразу организовалась группа детей которые вдруг для себя это увидели то проблема найти тренеров для этих занятий потому что многим кажется что это очень большая ответственность работа с группой детей это всегда непросто у нас очень много было тренировок за это время уже мне кажется главное чтобы они детей любили и не боялись их потому что насчет нагрузки тут надо тоже дозировать да и смотреть кто на что способен куда родители узнают о ваших тренировках как вам можно присоединиться реально ли это мы все время приглашаем новых и дети вырастают и они уходят у них начинается другая жизнь да сейчас наоборот у нас то что я и хотела вот моя была мечта чтобы дети начали приходить как можно раньше и сейчас вот у нас стали появляться дети которым пять лет шесть то есть такие маленькие на для них конечно эта тренировка больше игра мы там особенно не стараемся их еще дрессировать там какие-то сложные задания делать да то есть для них главное что там они могут на просторе порезвиться мы их учим понимать задание это очень важно то есть они должны понимать какие требования ну и хоть там как-то минимально их начинать выполнять устраиваться в этот процесс тренировочный то есть вот этот момент дисциплинирования для них очень важен вопрос который я задаю абсолютно всем героем подкаста он уже заложен в самом названии название жизнь в кайф что для вас значит жить в кайф и живете ли вы в кайф хороший вопрос надо к этому стремиться ну это непросто в таком состоянии слово кайф она как-то ассоциируется с чем-то таким безмятежным таким отдыхом или прям каким-то наслаждением каким-то процессом в нашем состоянии жить в кайф не просто вот то есть когда ты зависишь от всех когда ты должен постоянно какую-то помощь искать и вещи которые ты раньше вообще не замечал теперь тебе надо на этом сосредотачиваться и как-то там трудно при этом кайфовать да но принципе я считаю что я получаю удовольствие в том числе от того что я делаю кайфа пока может быть нет как-то потому что это очень трудно и очень мало поддержки в этом но я вижу уже результаты от того что мы делали я вижу что все больше появляется людей которые или нас поддерживают или начинают параллельно этим заниматься приятно что все-таки кто-то прислушивается и что-то начинает меняться спасибо за то что слушали записи нашего подкаста ищите на самых популярных подкаст платформах до встречи в интернете пока